МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Звученный артист России и Татьяна Игожина, пресс-секретарь Министерства культуры Хабаровского края. Здравствуйте, дорогие гости. Здравствуйте. Я думаю, никто не будет против, если мы начнем беседу с Алиной Станиславной. Алина Станиславовна, вы настоящая звезда. Я думаю, что очень многие, большинство вас знает по, конечно же, фильму «Офицеры» и даже совершенно новые поколения, потому что вчера мы в редакции обсуждали, кто к нам придет в гости. Все сказали, что неужели она к нам придет. Спасибо вам большое, что вы пришли. Да, спасибо вам, спасибо. Хотя я не очень люблю название «Звезды», «Звезды». У нас столько звезд сейчас, «Звезды», «Млечный путь» можно посмотреть. Но я просто... Действительно, этот фильм, хотя ему уже много лет, и молодое поколение уже его плохо знают, но зато вот это, да, выражение, есть такая профессия – Родину защищать, она как-то такая вошла в жизнь. Помимо... И даже не все помнят, откуда это взялось, кто ее там произносил. Дружников, Камеско говорил это. Но это действительно так. И я не зря уже в этом году, вот недавно, 2 августа, был юбилей, что я 60 лет служу в российском театре российской армии. Вот 60 лет. И счастлива этим, и люблю этот театр, и люблю безумно свою профессию. Ну, а что фильм? Он сделал свое дело. Я знаю, что очень многие люди такие очень известные выбрали эту профессию именно после просмотра этого фильма. Вот. И... Вы, конечно же, были эталоном жены офицера. Да, эталон же... Мне даже рассказывали, что... Говорят, что когда, значит, молодые... Ну, в основном они женятся, когда оканчивают офицерское училище, молодой лейтенант, и если он женится, и вот перед тем, как его назначат куда-нибудь в отдаленный гарнизон, и все, и спрашивают, как зовут жену Люба. Ой, ну, слава богу, значит, все будет хорошо. Значит, это будет счастливый и верный брак. Андрей, можно задать теперь вам вопрос, да, в каких спектаклях мы сможем лицезреть Алину Станиславовну, и вообще, что ждет зрителей Хабаровска? Так, ну, к сожалению, Алина Станиславовна можем лицезреть-то в одном спектакле, поскольку, хотя у нее репертуар очень большой, Алина Станиславовна очень много работает в театре, и очень много у нее очень интересных, серьезных, драматических работ, а здесь, к сожалению, зрители увидят только одну работу. Но два раза. Счастью, хотя бы одну работу. Да, зато ничего, зато эта работа на прошлом фестивале, да, был такой фестиваль по Волге, знаете, как раньше у Островского, из Вологды в Керчи, из Керчи в Вологду, большой волжских театров очень много, и в том числе мы попали на этот фестиваль, извини, пожалуйста, в Сызранске, потому что у них было столетие театра Сызранского, столетие замечательного театра. И вот мы туда приехали буквально тоже на один день, выступили, уехали, и уже вдогонку нам сказали, что вот после этого мы были, почти последними, после нас, по-моему, кто-то там, Пенза или кто-то такой выступал, что мы с этим спектаклем, мы получили гран-при, или как это называется, по-скравней поперечнике. Ну, первое место вовсе, короче говоря. Заняты два артиста, Алина Станиславна и ее замечательный партнер, тоже заслуженный артист России, Сергей Колесников, он получил приз за лучшую мужскую роль, Алина Станиславна, соответственно, за лучшую женскую роль, и спектакль получил гран-при. Мы его очень любим и надеемся, что мы не обманем. Замечательная пьеса замечательного драматурга Анатолия Крыма называется «Дом под снос». И вот это одна из наших последних работ. У нас с Алина Станиславной есть еще одна работа последняя, но, надеюсь, мы тоже ее когда-нибудь сюда привезем. И еще одна работа, там заняты молодые артисты. У нас некоторое время был спектакль в театре, правда, он шел под другим названием. Это пьеса Гуркина «Саня Ваня с ними Римос», пьеса из трилогии деревенских пьес Гуркина. Это небезызвестная всем «Любовь и голуби» пьеса, «Забайкальская кадриль» и «Саня Ваня с ними Римос». И вот сейчас, ну, некоторое время спектакль не шел, мы его возобновили с совершенно новым составом, там заняты замечательные, опять же, молодые артисты нашего театра. И вот у них это дебют и фактически премьера. Мы сыграли его только лишь вот в конце мая три раза, и сегодня вот премьерный спектакль ребята будут играть здесь. Естественно, волнуюсь, естественно, сейчас мы после встречи пойдем на репетицию, но, надеюсь, они проявят себя достойно. Насколько я знаю, вы не первый раз в Хабаровске, далеко не первый раз. Как вообще ощущения, идет ли развитие какое-то культурное у нас? Ну, да, не только культурное, и развитие вообще, и инфраструктуры, и в социальном, наверное, плане. Потому что вот Алина Саниславовна, я с ней сравниваю, естественно, она была неоднократно здесь. Но мы с ней вместе, опять же, были здесь последний раз пять лет назад. Но город и тогда произвел великолепные впечатления, а сейчас ощущение, что он изменился до неузнаваемости. То есть дома растут, как на дрожжах, улицы хорошеют, оформление, цветы, зелень, ну, очень-очень хорошее, очень хорошее впечатление. И, кстати, вот сегодня, да, вы наверняка побываете в обновленном нашем доме офицеров, тоже место, которое приобрело совершенно другие рамки и красоту. Да. Татьяна, вопрос теперь к вам. В честь чего такой подарок зрителям Хабаровска и гостям города? Театральный фестиваль у нас пройдет на сценах Хабаровского краевого театра драмы, а также в Доме офицеров в рамках двух проектов. Это культурные гастроли и Дни Москвы в Хабаровском крае. По инициативе губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, который называется «Край комфортного проживания». Поэтому это очень большой подарок для наших жителей Хабаровского края. И, в принципе, это очень уникальное и важное событие для всех россиян. И, насколько я знаю, что вот еще один подарок, такой подарок в подарке, что билеты очень доступные. То есть их сделали по определенной цене, там ниже тысячи рублей. И, в общем-то, каждый может позволить себе такое удовольствие. Да, ценовая политика билетов от 350 рублей. Они доступны многим. Но молодые люди от 14 до 22 лет могут вообще бесплатно посетить данные спектакли по пушкинским картам. Да, кстати, действительно, вот этот проект, который появился в прошлом году по привлечению молодежи в театр. Вот как по вашим ощущениям? Молодежь привлекается? Молодежи стало больше в театрах? По-моему, да, гораздо больше. Дело в том, что даже когда мы выпускаем спектакль, очень многие говорили, ну, как бы возрастной ценз будет 40-50+. Сейчас мы смотрим, у нас большая часть зрителей – молодые люди. И они принимают, можно сказать, они принимают спектакль более активный, более искренний, более непосредственный, нежели публика возрастная. И нам это очень дорого, что работаем на молодых ребят. И они нас принимают. Алина Станиславовна, вы замечаете, что омолаживается публика? Да, хотя вот действительно, это история двух пожилых людей, но всё равно это вечная тема, вечная тема взаимоотношений детей и родителей. Она всегда трогает, но действительно мы думали, ну, пойдёт наше поколение, скажем, старшее. Нет, нет, приходят молодые, и это очень хорошо. Потому что вообще, в принципе, меня всё время вот беспокоило вот эти вот годы, которые в 90-е и чуть дальше, когда, я просто считаю, что потерянное поколение, когда со всеми этими событиями ушла молодёжь в шоу, бизнес, вот это всем нравилось. Я считаю, что это очень хорошо веселиться, очень хорошо танцевать, это очень полезно для пищеварения особенно. А что касается совести, мозгов, вообще взгляда на человеческие взаимоотношения, вот это, мне кажется, очень такой некоторый был провал. И мне кажется, что сейчас вот начинается возвращение, возвращение к корням, к совести, вообще к человеческим отношениям. Вообще, когда слышишь слово «армия», то сразу вот какие ассоциации, да, приходят? Дисциплина. Что насчёт дисциплины в театре российской армии? И вообще, какие есть нюансы отличительные от других театров? Ну, театр, он, любой театр, как его ни назови, дисциплина такая же, как в любом другом театре. Ну, театр, он и есть театр. Единственное отличие, наверное, заключается в том, что нам приходится ездить немножко больше, чем в другим театрам. То есть, помимо гражданских гастролей, у нас есть ещё очень много поездок, когда мы выезжаем непосредственно в военные части, непосредственно в зоны даже боевых действий для того, чтобы... Да, даже бывает такое. Потому что, например, я, Алина Станиславовна, вообще неоднократно она была, и с концертами, и со спектаклями в Сирии, и в Афганистане. Мы были и в Таджикистане, и в Абхазии. Ну, и, соответственно, тоже по всей стране ездим от Калининграда до Владивостока. Вот в прошлом году были на Камчатке. Да, в прошлом году на Камчатке были, например. И то же самое от Мурманска, и вниз туда, Крым. В Крым мы поехали одними из первых в 2014 году со спектаклями, с большими гастролями. Вот, наверное, единственное отличие. А так, нормальный театр, ну, нормальный, хороший театр, замечательный театр. Как встречают зрители вот в тех точках, да, где вот неспокойно? Ну, тем более, конечно, что вы. После спектакля там, ну, такое братание проходит, потому что, ну, ребята находятся далеко от дома, в отрыве от дома, и они чувствуют поддержку, они, ну, чувствуют нашу любовь к ним. И после спектакля часто собираемся, с ребятами разговариваем. Очень многие говорят, мы тоже хотим в артисты пойти. Так что, ну, очень здорово, потому что, ну, любая весточка из дома, а тем более живое общение, оно всегда помогает в любой обстановке. Вот вернемся к разговору о молодежи. Сейчас многие театры предпринимают вот такую версию, да, вернее, ну, они придумывают что-то, вводят какие-то нововведения в постановки, да, даже классические, для того, чтобы привлечь нового зрителя. Как вы относитесь вот к нестандартным постановкам? Используете ли вы нестандартные ходы? Вы знаете, какая история? Ну, да, вопрос, конечно, очень интересный и требует такого долгого ответа. Но если сказать в двух словах, самое главное театр для меня, по крайней мере, что это эмоциональный, то есть все эмоциональное воздействие на человека, эмоциональный контакт. И здесь, мне кажется, прежде всего не нужно лукавить. То есть если есть серьезная тема, если есть о чем сказать, то форма, она, конечно, важна, но она не должна быть поставлена в главу угла. И поэтому, ну, вот как бы говорят, чем удивлять будем? Чем удивлять будем? Естественно, нужны новые формы, естественно, нужно находить новый способ общения с молодым зрительным залом сегодняшним. Но это должно быть очень органично и очень естественно, и должно вытекать, прежде всего, из драматургии. Строить поперек, ну, как правило, обычно говорят, что, когда имеют в виду новые формы, это имеется в виду то, что, ну, как бы извращается драматургия, все идет поперек, ну, и самый такой банальный пример, на потребу в угоду, чтобы удивить, позабавить. Вот это у нас, конечно, существует очень сильное табу. Современных форм мы не чужны, мы за них. И наверняка у нас очень много есть спектаклей, которые у нас... Более того, мы недавно открыли новую сцену, которая так и называется, экспериментальная сцена, где молодые режиссеры могут показать... У нас большая есть, малая есть экспериментальная. Ну да, на полторы тысячи на 500 человек, и маленькая сцена на 60 на 80 максимум. Когда можно разговаривать со зрителем, вот как мы с вами говорим. Ну да. Альвина Станиславовна, а вы с удовольствием участвуете вот в постановках на экспериментальной сцене? Ну вот у меня последняя премьера «Баба Голубина», это написал такой драматург из Белоруссии, из Витебска, Дмитрий Винчонг. Он написал 30 лет спустя после «Баба Голубина». Да, героиня Надя Кузякина «30 лет спустя». Во всяком случае, вот этот спектакль... Ну, конечно, понимаете, если у нас на экспериментальной сцене 60 человек, но даже во время пандемии, когда вот было запрещено, подставляли стулья, потому что вот в течение полугода, наверное, не было. И сейчас все время идут аншлаги вот на «Бабу Голубину», и очень действительно интересно. Причем, извините, Алислава, это моноспектакль, а Алислава полтора часа держит зрителя, она выходит на сцену, и полтора часа со сцены не выходит вообще. И зрители потом благодарят, плачут, обнимаются, целуются, выходят фотографироваться вместе. Ну, совершенно другой контакт. А может, мы когда-нибудь тоже в Хабаровске порадуемся в этом спектакле? Есть вообще такие планы? Мы только за. Знаете, мы играли в Самаре, да, вот на этом, на фестивале, да. Но тут нужно... Тут очень невыгодное дело для Министерства культуры, потому что очень мало билетов, а большой зал, она теряет смысл. Вот этой исповедальности и вот такого вот близкого общения, хотя я не общаюсь со зрителями, нет, но там есть свои... Ну, создается впечатление. Да, да, да. Татьяна, когда мы можем обратиться к инвесторам? Я думаю, что Министерство культуры Хабаровского края и при поддержке правительства Хабаровского края рассмотрит такую возможность. Это замечательно, потому что мы думаем о наших жителях, и они должны быть ближе к вам, к таким экспериментальным постановкам. Поэтому только с радостью. Спасибо вам большое. Давайте напомним, что все-таки именно сегодня, уже 17 августа, мы можем все повстречаться в Доме офицеров, открытие фестиваля. Сегодня и завтра спектакль молодежи, который молодой состав. Очень-очень интересный спектакль. Когда я вернусь. Его и восстановили. Понимаете, он очень долго игрался в разных местах и с большим успехом. Я его сама смотрела, даже неоднократно, просто замечательно. И когда уже герои наши, просто по возрасту, по времени, сколько он шел, они уже вышли, они уже стали стесняться, потому что уже не соответствует возрасту. Ну как? Ну, спектакль, да, отжил свое, и все. Но так хотел, так любили его зрители, и так он нужен, и такой он хороший, что вот решили ввести молодежь. И сейчас молодежь, вот молодые, которые только что ввелись, они так же его любят, они так же за него болеют, и мы за них болеем. Поэтому сегодня и завтра вот приходите на этот спектакль. До 19-го, 20-го, да, Дом пососов. И еще, Алис, можно один небольшой? Конечно, конечно, но ничего, алис, потом вырежете то, что лишнее, уберете. Один небольшой анонс, я вот предлагаю, приглашаю, ну, как бы, хабарачан развить с нами нашу радость. Дело в том, что 19-го числа, 19-го сентября, Алина Заниславовна должна получить золотую маску, то, что называется, за честь и достоинство, за большой вклад в театральное развитие, в театральное искусство. Ну, к сожалению, я думаю, это достаточно не получится, потому что в это время я буду играть «Дом под снос» в Белгороде. Алина Заниславовна этот праздник свой пропускает, будет на фестивале в Белгороде, а маска уже своего героя найдет в возвращении в маску. Ну, я думаю, что это, наверное, уже привычно для вас, да, когда награда вас будет дожидаться, а вы обогащаете нас культурно. Ну, я предпочитаю, предпочитаю играть в спектакль, нежели получать награду, даже такую, в общем, очень высокой. Спасибо вам большое, огромное спасибо, что вы нашли время, что вы приехали в нашу студию, что вы приехали в Хабарск. Приезжайте чаще, мы с удовольствием будем ходить на ваши спектакли. А вы приезжайте, приезжайте, если случится, если получится, приезжайте в Москву. У нас очень хороший театр, правда, очень хороший, очень хорошая труппа. Приезжайте, приходите. Спасибо вам большое, обязательно. У нас в гостях были Алина Покровская, народная артистка РСФСР, Андрей Бадулин, режиссер Театра Российской Армии, заслуженный артист России и Татьяна Егошина, пресс-секретарь Министерства культуры Хабаровского края. А это был проект «Смотри Хабаровск». Подписывайтесь на наш телеграм-канал, если что-то пропустили. Все материалы и этот эфир можно посмотреть на нашем сайте хабаровск.тв.ру. Не забывайте ходить в театр. Может быть, сегодня мы там и увидимся.